Давай! Молодец! Одному захват и подсечка, второму удушающий. Мгновение и противник побежден. Удачинский дзюдоист Ярослав Щеглов неоднократно становился призером республиканских турниров. Этот год не стал исключением. Ярослав рассказывает, победа досталась легко, даже несмотря на слабость в момент схваток. Я был на многих соревнованиях и эти показались, ну, как-то не очень сложные. Была одна проблема, что я вышел и была какая-то слабость в себе. Даже более, наверное, нет волнения, а как-то от усталости или от этого зависит. Не знаю даже сам. А так, прям, чтобы противники были настолько сильные, что было очень трудно. Нет, такого не было. Помериться с силой и техникой на татами приехали более 600 спортсменов из 16 улусов республики. На соревнования наши дзюдоисты ездили в составе сборной Мирненского района. В этом году ребята завоевали более 30 медалей и в общекомандном зачете стали вторыми. Для первого места на педестале сборная недоставала численного преимущества. Мы же не можем с дальнего края, как говорится, с самого дальнего края, с севера привезти столько количества людей, которые находятся в самом городе Якутске. И тем более там они объединяют несколько клубов в один, чтобы не упустить, как говорится, первое место. Сборной Мирненского района больше всего наград принесли айхальские спортсмены. Они пополнили копилку 11 золотыми, тремя серебряными и семью бронзовыми медалями. Гульзина Абделлакова занимается дзюдо три года. За это время завоевала немало побед, но самое яркое стало выступление на республиканском первенстве. С этого турнира я привезла две золотых медали. Всего медалей у меня 25. Буду, получается, соревноваться. И цель, получается, попасть на Дитя Азии, которая будет в 2020 году. Все же главный приз соревнований не золотая медаль, а участие в летних играх Дети Азии. Но пока ребята идут к своей цели, им предстоит уже в этом месяце побороться на межрегиональном турнире в Новосибирске и в мае на комплексной спартакиаде школьников России, которая пройдет в Хабаровске. Злата Курбанова, Альбина Шерифидинова, Денис Сиротин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...